Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба «Скай Энергия» Хабаровска Александр Григорян. Александр Витальевич, будьте добры, поделитесь с Вами первыми впечатлениями о прошедшем матче, а потом журналисты зададут вопросы. Вот что, ну, увидел на стенде сразу Ивана Васильевича, Саенко Эдуарда, сына его и Колоскова. Вспомнил, как здесь первый кубок страны в женском футболе выиграл. Примерно такая же игра, хозяева давили, напрягали, но мы провели убедительно второй тайм и выиграли тогда кубок страны. На самом деле, как говорит Пантелеич, план на игру сработал, потому что пока до этого у него только план работал, он меня на выездах отжимал все время со счетом 0-1. Но это несколько другая игра была. Дело в том, что я думаю, что ту инициативу, которую мы отдали в первом тайме пространства, мы понимали, что факел одна из немногих команд, которая, скажем так, в построении игры в атаке, в развитии атаки, применяет схему, переходит на схему 4-2-2-2. То есть, крайние правозащитники вкрапливаются в центральную зону, таким образом создается численное преимущество, и при потере мяча команда быстро вступает в отбор. Это особенность сегодняшнего факела, фирменная его, как бы, это, почерк, к которому мы были готовы, мы отдали пространство осмысленно, хотя понимали, наверняка, что от нас будут ждать высокого прессинга, а высокий прессинг мы во всей красе показали во втором тайме. И я думаю, что вопросов по результату нет. Он мог быть крупнее только. В каких компонентах вы сегодня предошли к хозяйству? Я думаю, что просто наш тактический план сработал, но он же сработал благодаря футболистам. А раз так, то я думаю, что по многим компонентам мы превзошли хозяев. Если не брать каких-то тактических аспектов, потому что я не хочу сейчас, чтобы мы время отнимали, скажем так, рассуждениями о тактике. Начну с элементарного. Я думаю, мы сегодня больше желали победы, верили в победу, стремились в победу и сделали все возможное. У нас была сегодня выше самоотдача. Плюс во втором тайме мы перешли на высокий прессинг, сочетали его с отходом на свое поле. Это сработало, потому что появились зоны свободные, выходы хорошие на больших пространствах. И три момента в таких стопространствах во втором тайме мы простили. Как бы хотелось решить проблему с физикой, с перелетами, особенно на такие сжатые сроки проходит тура туда-сюда? Вам понравилось, в каком физическом состоянии наша команда находится? Хотелось бы, вы секреты не выдаёте? Не, не выдаю. Значит, секрет команд, играющих на Дальнем Востоке, заключается в том, что нету никаких секретов. И я для себя понял одно, что только высочайшая запредельная самоотдача может компенсировать то состояние, в котором мы находимся. Когда лучше чувствуем себя, когда хуже. Но, в принципе, крайне редко бывает, когда ты себя чувствуешь субъективно хорошо, как говорится. Крайне редко такие бывают ситуации. Причём, что на выезде, что дома. Тяжело, наверное, подобрать слова, но тем не менее, поделитесь впечатлением. Ну, почему тяжело? Тяжело. Горечь, да, да, определенная горечь от поражения есть, но есть моменты, на которые хотелось бы обратить внимание, почему это произошло. Считаю, что где-то я не ошибся с составом, нужно было сделать ротацию состава, особенно в средней части поры, в связи с тем, что где-то команда не довосстановилась, не хватило свежести в сегодняшней игре, не хватило общекомандной скорости. Вообще, команда скорости произошло, это по одной простой причине, что очень слабо сегодня у нас сыграла средняя линия. Необоснованно много было потерь в ситуации, где сверхзадачно ни команда соперника, ни старого, много технического брака. Ну, и второй момент, это то, что наша болезнь продолжается, продолжается наша болезнь с реализацией моментов. Здесь все просто. Мы понимали прекрасно, что команда, изучая ее, что команда Sky Energy будет играть под обороны, вторым номером уповая на стандартное положение. На стандартное положение и наставили плоднительское мастерство двух хороших форов, например, Прокофьева и Базилюка. Собственно, так и получилось, мы гол пропустили со стандартного положения. Те моменты, которые мы создали и обязаны были забивать в первом тайме, в моменту Касьяна, в моменту Бирюкова, игра бы раскрылась, раскрылась. А так они уплотнили до предела в линиях и между линиями, отходили. И здесь нам нужно было, чтобы взломать эту оборону, нужно было вот именно командная скорость. Средняя линия, я говорю, крайне полузащитники, Альшин и Орлов, они на своем уровне сыграли. И в плане организации игры, и Мурнин, и Свежов, и Свежов сегодня вообще столько технического брака, и объема двигательной активности было недостаточно. Но это оказалась усталость с переездом, с перелетом в Владивосток. И надо было, не ошибся, нужно было здесь освежить в средней линии, выпустить более свежих игроков. И все. Поэтому и результат такой. Павел Патеринович, кто наворочил больше в пропущенном мяче? Там же, как теперь пошел на перехват, не достал его. Из каких суммарных ошибок этот момент сожился? Во-первых, мы здесь во фланге не накрыли игрока и заработали необязательные угловые, насколько я так вспоминаю. И подача, ну ошибка, вратарь ошибся, да, но на такой мокрый мяч, там все, кексанулон. Мне сейчас трудно сказать, кто конкретно неправильно сыграл. Надо смотреть, потому что момент очень скоротечный. И я бы не хотел перекладывать плену только на вратаря или кто-то ошибся. А ошибся вся команда. Вся команда сыграла не на том уровне, на котором должны были сыграть эту игру. Вот именно не хватило свежести, не хватило агрессии впереди. Ну, простая ситуация, да. Если в первом тайме мы создали два момента, которые не забили Бирюков и Кассиан, то во втором тайме мы практически ничего не создали. Мы имели вроде бы как территориальное, но это такое иллюзорное преимущество. Мы имели территорию, мы имели мяч, но у них были очень опасные моменты. И быстрая атака во втором тайме, которая должна была заканчиваться взятием наших ворот. Там был момент, когда они просто не использовали это все. Не использовали. А что, наверное, случилось во втором тайме? Раз за разом уже проваливаться и в середину поля? Ну, в середину, я же и говорю, что провал у нас пошел в середине поля. В середине недостаточно активность, двигательная активность была. И в организации игры здесь много промежуточных передач было, где нужно было, я просил ребят в перерыве, убыстрить игру. Но к великому сожалению, технического брака. Подходы были с подключением крайних защитников, были все. Но нацеленные передачи, вот именно в той ситуации, когда нужно было в нужную точку доставить. И мы знали, в центральной зоне нужно было хорошую передачу, там низом сделать. У нас навал, то есть не навал, а передачи, подключение Тихого, подключение Бикетова. И передачи шли совершенно не в ту зону, в которую должны были доставлять этот мяч. Потом очень плохо выполняли в данной игре, очень плохо при стандартных положениях. Стандартное положение, штрафное, угловое. Мы подаем при таких высокорослых игроках, мы все время в ближнем. Ни борьба не навязывается, ни именно передачи нету. Они становились, перекрывали полностью по периметру вратарскую площадь. И один в одного никто не играл. Здесь нужно было передачу, и мы на разборе, на теоретическом занятии обращали на это внимание. Что высокорослые игроки, они становятся по периметру вратарской площади. Здесь передача должна была в район 11-метровой, и наша высокорослая Касьян, и Осипенко должны были работать в завершающей стадии. Но, по-другому сожалению, ни в первом двух моментах у нас не смогли доставить в эту точку мяча. Но это связано с тем, вот с таким рваным календарем на этом этапе Перевеста, когда вот был перелет вот сейчас, временное восстановление. Я говорю, что не хватило свежести. Из-за этого, да? Из-за этого во многое технического брака с этим связано, с технической оснащенностью Вити Свежого. Посмотрите, он сколько сегодня потерял. Потому что все, и тот же Мурнин, все медленно. А связано, да, что мы просто элементарно не успели восстановиться. Потому что, ну, вы знаете, это не абсолютно, я говорю, ни в какое оправдание, ничего, все. Ну, один из факторов, что не хватило вот именно свежести и командной скорости. Мы туда летели с большими проблемами. Рейс отменили во Владивосток. И прилетели там за пять часов до игры. С чудом мы успели, потому что меняли билеты, летели двумя группами. Девять часов туда в самолете, девять часов обратно, плюс семь часов с Москвы на автобусе. Все это, что-то сказалось. И через два дня практически игра где-то вот, где-то не хватило. Технический брак только с этим и связан, что немножко не хватило свежести на автобусе. Владимир Владимирович, а когда уже было понятно, что вы не справлялись в середину поля, не было соблазнен много там поменять сразу двоих, может быть, что-то изменилось? Ну, я не знаю. Мне кажется, что я двоих менял сразу. Я поменял всю среднюю линию. Я поменял всю среднюю линию. Я троих из четырех, я троих заменил. И одновременно два игрока сразу вышли в Мустафаев и Гридниев. И связано это с тем, что надеялся на то, что они придадут какую-то стройность и развернят атаку. Но они справились или не очень? Ну, я скажу, что Мустафаеву меньше претензий. Гридниев вышел, опытный игрок в ситуации, когда два просто... Две потери мяча на ровном месте, обрезы там, все. Ну, и в такую игру, наверное, и выходить сложно. И погодные условия, и плюс со стальмейки сразу. Ну, хотя... Он-то опытный игрок, Даниил. Здесь надеялся на то, что он поведет за собой команду, и по организации любая команда. Еще вопросы есть? Павел Петерич, согласны Вы, что в такие непростые погодные условия гостям с их двумя высокорослыми нападающими было несколько легче вести такую упрощенную игру? Согласен, конечно. Конечно, согласен. Они ввели упрощенную игру. Длинная передача вперед на двух нападающих габаритных, которые хорошо сохраняли мяч, что я не могу сказать о наших нападающих. Если к нашим нападающим приходил мяч, то в борьбе они практически все время фолили. Фол в атаке, да? Касьян все время руками хватает, Бирюков, все. Но я говорю, в этой ситуации забей мяч, тогда бы команда соперника открывалась. Но они тактически выбрали этот план. Он сработал все, чем я и поздравляю команду с победой. Если реально смотреть на вещи, шансы на четверку очень мало теперь. Ну почему мало? Мало, 10 туров играть, 10 туров играть. Все возможно, мы отстаем от Астрахани на 5 очков, да? Все возможно, две игры. Все возможно, мы не отказываемся от борьбы и будем бороться до конца 10 туров. Это достаточно большая дистанция, 30 очков разыгрывается. Достаточно большая дистанция. Но здесь понятно, что на ошибку уже с каждым туром все меньше становится.